Шалом, мои дорогие друзья! С вами Равин Каплан и наша сегодняшняя тема – это недельная глава Торы «Лех-Леха». Мы как бы вместе с нашим праотцем Авраамом заново начинаем тот путь, который должен нас привести к двум самым важным национальным приобретениям – это земле Израиля и дарованию Торы. До этого человечество нравственно и духовно деградировало, что привело, дорогие друзья, к катастрофе всемирного потопа и общечеловеческой трагедии строителей Вавилонской башни. И тогда, в самом конце, появился свет надежды. В Торе появляется первый носитель божественной мысли и учитель Авраам. Именно в этот момент говорится, что Всевышний отправляет Авраама в землю Израиля. На тот момент ему было около 75 лет. И тут же возникает вопрос, а что же было до этого? Ведь он пришел к Богу еще в молодости. Веря в Него, он прыгнул в печь царя Немрода, который хотел сжечь его и принести в жертву огню. Авраама признали, за ним пошли сотни людей к вере в единого Бога. И вот в таком преклонном возрасте он получает новое испытание. Бог говорит ему, лех-леха, иди туда, куда я тебе укажу. Но если перевести дословно лех-леха, а теперь иди к себе. В этой фразе заключена идея самореализации. Но как найти свою самореализацию? Как найти себя? Давайте попробуем разобраться. Начнем мы с вами с того, что Авраам был первым человеком, бросивший вызов идолам. Люди того времени, верующие или нет, часто были иноборцами. И только Авраам, а еврей, увидел и сделал прорыв в обществе. Второе объяснение изложено у Маймонида в Мишне Тора. Авраам философ. В эпоху, когда люди перешли от первоначальной веры в единого Бога, кидало поклонничество. Один человек выступил против этой тенденции. Это был Авраам. Как только его отняли от груди, он начал думать. Он размышлял, как планета может постоянно находиться в движении, не имея при этом того, кто движет ее. У него не было учителя никого, кто бы мог наставлять его, пока он не достиг пути истины. Он понял, что есть один Бог. Когда Аврааму было 40 лет, он познал своего Создателя. Согласно этим словам, Авраам был первым аристотелем, так сказать, первым метафизиком, который осмыслил свой путь к Богу. Как силы, движущие солнце и все звезды. Велев Аврааму покинуть отчий дом, Бог как бы сказал, Авраам, твой дух достиг высот совершенства. Если ты будешь все время жить в одном месте, то как же ты сможешь распространиться и как ты можешь привести людей к Богу? Как пойдет слава тебе? Так вот, пойди по свету, расскажи всем, приведи людей. Кроме того, оставив страну, ты получишь и личную пользу. Если ты останешься здесь, то не удостоишься иметь детей. А если отправишься в чужие края, я превращу тебя в великий народ. От тебя произойдет большой народ, много еврейского народа. Лех-леха. Существует четыре рода действий, способных изменить волю небес. Это тздака, раздача милостыни, благотворительность, хороших дел через деньги. Тфила, это молитва. Чува, совершенствование своего поведения. Шинуй-шем, получение другого имени. Некоторые добавляют к этому перечню шинуй-маком, перемена места жительства. Иногда мы вынуждены отказаться от нашего прошлого, чтобы приобрести наше будущее. Авраам был готов попрощаться со всем, что имеет для нас наивысшую ценность. Земля, Родина, Отчий дом и те места, к которым мы привыкли. Это было путешествие от привычного к незнакомому. Прыжок, так сказать, в неизвестность. Совершенствие такого прыжка подразумевает доверие в случае Авраама, вера, невидимую силу, а в голос Всевышнего. В конечном счете Авраам пойдет, чтобы достичь того, чего не мог бы совершить никак иначе. Он породил новый народ, чье величие состояло именно в способности жить с этим голосом Всевышнего и создавать нечто новое в истории человечества. Иди ради себя. Итак, первый вариант самореализации основан на житейском мировоззрении, в котором обычно нет явно выраженной веры во Всевышнего. Человек хочет добиться благополучия, карьеры, богатства и так далее. Но жизнь иногда наносит очень болезненный удар, когда человек близок к своей реализации и готов начать заниматься выбранным делом. Он вдруг понимает, что это не его путь. И вот тут он оказывается один на один в огромном мире, считая себя неудачником, не дай бог. Он опускает руки, и потом ему будет невероятно трудно вернуться в прежнюю жизнь. Но есть альтернативный путь к себе или лех-леха. Если человек понимает, что в этом мире есть бог, что абсолютно все во вселенной существует ради какой-то цели, в конкретной точке пространства и в конкретном моменте, то он знает, что где-то есть его место, которое было определено еще до его рождения. И даже если он ошибся в своем выборе десятки раз, он понимает, что просто еще не завершил свой путь, не нашел указанную точку. В чем различие между этими двумя подходами, дорогие друзья? Да, правильно, поставленный вопрос, происходит правильный ответ. Оба этих пути направлены на самореализацию, но они принципиально разные. В первом варианте человек пытается пробить себе дорогу в этом мире силой. Во втором он не пробивается, а находит в себя свое место в нашем мире. Когда ты идешь в жизнь с простым помыслом, то получаешь ответ. Через знакомство, встречи, кажущие случайности, но в конечном итоге ты находишь себя. Этого я нам, себе и нам желаю. Реализовать себя, найти себя. Браха вас лаха. Будьте здоровы. Шалом ваш Равин Каплан.